В Дагестанском государственном техническом университете проходило большое киберсобытие. Более 300 любителей онлайн-игры собрались летним утром перед зданием ДГТУ. Все мы знаем, что сейчас онлайн-игры занимают большую часть времени у наших детей. Вот организаторы турнира и решили, что время надо провести с пользой и играть, и зарабатывать. Ближе к 11 часам по московскому времени состоялось открытие, где организаторы рассказали и о правилах игры, и о культуре поведения во время турнира. Ну и, конечно же, поздравили участников с таким большим компьютерным событием. Тем, кто не знает, что за игра Дота 2, мы о ней немного расскажем. Дота 2 – компьютерная многопользовательная командная игра, жанра моба. Реализация известной карты Дота для игры WorldCraft 3 в отдельном клиенте. В игре участвуют две команды по пять человек. Одна команда играет за светлую сторону, другая – за темную. Каждый игрок управляет одним юнитом, который называется героем. Герой может получать опыт для повышения своего уровня. Зарабатывать золото, покупать и собирать предметы, которые усиливают его или дают дополнительные способности. Каждый игрок постоянно получает небольшое количество золота от своей базы, а также зарабатывает небольшие порции золота за убийство вражеских существ и большие – за убийство героев-противников. Команды рассредотачиваются по линиям, на которых происходит борьба с вражескими героями и отрядами крипов. Под управлением компьютера, который каждые полминуты появляется на базах команд. Цель игры – уничтожить главное здание на вражеской базе. В Дагестане это первое большое событие в киберсистеме. Таких больших турниров на Северном Кавказе еще не было. Информация о таком большом событии распространялась по всем соцсетям. Финансовую поддержку оказал дагестанский провайдер «Элка». Мы поддерживаем игроков. Многие игроки, которые здесь сидят, являются нашими клиентами нашей компании, пользуются нашими услугами. Естественно, мы продвигаем эти услуги, продвигаем вообще рынок гейминга. Мы поддерживаем и финансовое, и сегодняшнее мероприятие. В общем, всестороннюю помощь игрокам поддерживаем. Более того, мы стараемся их собирать. Сегодняшнее мероприятие, насколько мне известно, это уже были мелкие мероприятия такого же класса. Это мероприятие, оно самое крупное из всех известных. Не только по Дагестану, но и на Северном Кавказе в целом. Совместно с генеральным спонсором «Элка» интернет-провайдера мы решили организовать и провести первый крупный турнир по всему Дагестану. До этого были более маленькие, тоже очень даже интересные. Потихоньку, постепенно у нас был цикл турниров. Дану у нас собрал воедино почти все команды со всех городов Дагестана. Также у нас одна команда с Владикавказии, Чечни приезжая есть. Ну и старт турнира Дан буквально как час назад. И ребята с удовольствием играют. Первые три группы посадили и наблюдаем. Ну вообще киберспорт в Дагестане давным-давно родился. Это не первый турнир. Я лично сам самостоятельно проводил турниры еще лет пять назад. Сейчас все немножко поменялось. Уже киберспорт серьезнее гораздо развился. Мы как электросвязь организовывали тоже пару турниров предварительно перед этим. Но они так немножко у нас получились разогревочными. То есть команд там собиралось гораздо меньше. На этот раз у нас получился более масштабный. Это беспрецедентное количество участников для Дагестана. То есть 36 команд мы никогда не набирали. Причем это только Дагестан. Приезжих у нас всего лишь две команды. Насколько я знаю это Чечня и Владикавказ. Но Владикавказцы кстати тоже снялись предварительно. Не получилось приехать. Ну развиваемся. Тихонько ребята играют. Ребята тренируются. Как бы странно это ни звучало. Возможно для киберспорта. Но это такая же дисциплина, такое же взаимодействие, как и в любом другом спорте. Здесь требует какой-то усидчивости, сноровки, тренировок обязательно. Как же проходило само действие. Каждая команда регистрировалась у организаторов. Состав команд ходило 5 человек и 2 запасных игрока или болельщика. Так как команд было очень много, организаторы составили расписание всех игр. Начали игру первые 6 команд. В числе этих команд была и команда прибуй ТВ. И все проходило по четким наблюдениям судей, которые следили и за поведением игроков, и за ходом игры. Прежде всего первая цель победить. А так цель развития. У нас хорошо развит спорт, борьба и другие виды спорта. А киберспорт он как таковой развит мало. Нужно чтобы он развивался, потому что в Дагестане достаточно талантливых игроков. И самое приятное в соревнованиях это награждение. Ожидается, что первое место это будет 25 тысяч рублей. Второе 15 и третье 10. Желаем всем участникам только удачи, так как именно она им обязательно понадобится.